Я в песню включил, вы начинаете болтать между собой. Почему? Потому что вот эта энергия доброты, это аскеза, в нее включаться надо. Раз, пошла доброта, и сразу, так, сколько времени до конца лекции-то, пошли болтать, не можете включиться. Это значит, что у вас батарейки направлены на расходование, а не на приятие. Понимаете, чтобы принимать энергию доброты, нужно силы для этого, нужны силы. Сил нет, человек ничего не принимает. Точно так же, вот поэтому и развлекательные фильмы, потому что мы не можем включиться. Это называется медитацией, в нее надо включиться, понимаете. Человек включается только в суету, в основном. Вот так вот, такая тема. Очень важно разобраться в этом во всем. Если говорить о жизни вообще, допустим, вот как время действует, оно в четыре стадии усугубляет ситуацию. Везде. Это одно и то же. И всегда на всех четырех стадиях человеку не хватает только доброты для того, чтобы победить судьбу. Фактически доброта или энергия любви – это основная сила, побеждающая судьбу. Допустим, связь в отношениях с телом. Пришло время, что-то у меня здоровье не как всегда, не как обычно. Это первая стадия влияния времени. В отношениях с близким человеком. У нас что-то в отношениях не ладится. В отношениях в стране, допустим, что-то у нас в стране стало хуже. Дальше, между странами, что-то как-то не ладится отношения. Так действует время. Это не то, что не повезло, время пришло, понимаете? Что побеждает это все? Доброта. Вот, допустим, у меня в теле что-то не так. По-доброму отнесись к телу, перестань его мучить. Иди, прогуляйся, иди что-то сделай хорошее для тела. Там, зарядочку, там, и так далее. Доброта. Дальше, в отношениях что-то не ладится? Хорошо. Перестаньте на принципы идти. Перестаньте утверждать свое что-то. Сделайте паузу в выяснениях отношений. Просто добрые отношения, ласковые слова. Добрые, неважно, кто прав, кто неправ. Добрые слова и энергия времени смягчается, между вами становится лучше. Между странами тоже добрые слова смягчают отношения. Внутри страны тоже там, страна взвинчена, на работе добрые слова надо больше говорить. Люди успокаивать, чтобы они там не метались. Надо, чтобы в Багдаде все спокойно. В Багдаде все спокойно. Вот, понимаете? Ну, то есть, надо, чтобы вот так вот было. Вторая стадия разрушения жизни. Ну, то есть, в организме первая стадия что-то не то, со здоровьем что-то не то. Вторая стадия. Я плохо себя чувствую в отношениях. У нас плохие отношения. Внутри страны. У нас плохо жить. В стране плохо жить. Между странами. У нас испортились отношения. Не что-то не то, а испортились. Плохие отношения между странами. Третья стадия. У меня болит. У меня плохое здоровье. Между людьми. Он плохой, я хорошее. Он плохой. Как бы не нам тяжело, а он плохой. Я хорош. Между странами. Они плохие, мы хорошие. У них плохая страна, у нас хорошая страна. Или наоборот, у нас плохая, у них хорошая. Ну, у всех по-разному мышление работает. Третья стадия, четвертая стадия. Я как бы тяжело болен. В семье разводимся. Не ты плохой, а как бы уже ты враг. Разводимся. Я тебя ненавижу. Между странами это враги. Это не плохие, а не хорошие. Они враги, а мы свои. Понимаете? Четвертая стадия – это уже война. Везде война. И все эти стадии побеждаются добротой. Что же такое энергия доброты? Доброта – это энергия любви Бога. Эта энергия любви Бога, она именно действует как доброта. Не как похоть там. Мне хорошо с тобой. Снегопадный дождик проливной. Понимаете? Доброта. Мне спокойно с тобой жить, хорошо жить спокойно. У нас все спокойно. Спокойствие – результат доброты. Вот спокойствие означает удача. Означает, что время плохое побеждается. Если несмотря, допустим, на то, что уже враги, друзья, это в мире такая обстановка, если мы спокойствие сохраняем, значит мы мир вносим в среду. Понимаете? То есть мир вносим, спокойствие. Без паники, господа. Спокойствие. Только спокойствие. Ну, то есть поймите вот этот момент. А спокойствие берется от добрых людей. Поэтому и нужны духовные службы. Поэтому нужна и музыка добрая. Понимаете? Поэтому нужны добрые люди для того, чтобы сохранять, побеждать энергию времени злую. Вот, допустим, какой врач должен быть для того, чтобы победить болезнь? Теперь вы начинаете понимать. Какой врач? Вот пришли к врачу, смотрите в него глаза. Видите? Он говорит, садитесь. Как у вас дела? То есть какой он должен быть? Добрый. Это значит, что он вас вылечит. Если пришел, он такой дерганный весь. Ну, что, садитесь, все нормально. Что вас беспокоит? Значит, он не вылечит. От врача должна идти доброта. Это не то, что он расслабленный должен быть. Я просто поймите, что такое доброта. Он может быть специалист хороший, но он добрый, означает, побеждающий вашу судьбу. Вашу судьбу. Если он добрый, значит, побеждает. Злой не побеждает. Все. То есть человеку в обществе, когда у него дела не идут нормально, ему не хватает энергии, доброты. И запомнили. Дела не идут нормально, не хватает только доброты. Потому что, когда доброта есть, наступает спокойствие, и все заработало, как надо. И не надо смотреть в телевизоре, там, Дордом-1, Дордом-2, там, понимаете, не надо это все смотреть, потому что это не доброта. Смотрите добрый, вот, допустим, передача была в Советском Союзе от всей души, называется, от всей души. Посмотрите, вот, найдите хронику передачи. Там какой-то работяга выходил на сцену, и о нем все рассказывали, всю его жизнь, даже что он уже сам не помнит. Приходили все люди, с которым по жизни связанных, приглашали специально. И народ просто плакал, как вот рассказывали про подвиги этого человека трудовые, об отношениях, как он спасал жизни кому-то. И вот эта вся передача вот такая. После такой передачи сердце просто, ну, как бы, растаяло, и все, и жить стало хорошо. Вот такие вещи спасают, побеждают судьбу. Такие просто телепередачи. А сейчас что за телепередачи? Они спасают судьбу. Взяли, короче, родственников всех, пригласили на передачу. Для чего? Для того, чтобы они морду друг другу поцарапали. Так неужели после этого они лучше отношения будут? Что, они наладят все, что ли? Конечно, нет. Вот если бы они на эту передачу не пришли, было бы намного лучше, понимаете? Они просто разрушают семьи. Этих передачи надо судить, понимаете? Надо их в тюрьму сажать таких людей, потому что они разрушают. Вот они специально создают сценки, в которых люди морду друг другу начинают бить. И потом они себе не простят. Это же перед людьми, это же позор. Это же, ну, перед людьми все происходит. Нельзя такие вещи смотреть. Не надо. Интересно же, да, как морду друг другу бьют? Не надо. Туда не надо лезть. Это не та зона, где человек удачливым становится. Это зона неудачи, неудачи в жизни. Хоть и привлекает, ну, привлекательно это очень смотреть, как корут друг на друга. Но это не та зона, где удача в жизни приходит, понимаете? Не та зона, где человек получает, ему легче жить становится. Попытайтесь это понять. Также очень важно время соблюдения режима дня. Всегда, когда человек в стресс входит, он не может соблюдать режим дня. Сразу же он ложится спать позже, встает позже. Кушает, обедает позже. Еда смещается до ночи, обжирается на ночь. Это все разрушает жизнь. Но человек должен, наоборот, стараться, когда он в стрессе, все делать правильно, вовремя, рано вставать. Депрессняк, человек встает рано, нет, спит очень много. А надо встать пораньше. И тогда депрессняк проходит. Но это, видите, это как бы против воли человека. Он против своей воли идет. То есть побеждать судьбу означает делать как надо, а не так, как хочется. Понимаете? Это очень важно знать. То есть, когда человек живет по режиму дня, он наполняется силой. Природа наполняет его силой. Утреннее время самое лучшее для осознания своей судьбы. Все люди все равно с утра лежат и осознают свою судьбу. Но вспомните, чем вы занимаетесь рано утром. Вы все думаете о своей жизни. Вы уже не спите. Просто дремлите и думаете о своей жизни. Обдумывайте ее. Поэтому надо встать, омыться от под душем и подумать о своей жизни в состоянии волевого усилия, в памяти о Боге. Когда человек сильно концентрируется на святости, он разрушает препятствия всей своей жизни. Он становится удачливым. И это утреннее время для этого предназначено. Сознание ясное. Все становится понятно, как жить рано утром. Рано встает, тому Бог дает. Вот. Ну то есть, вот это надо очень хорошо понимать. Это важный момент. Я в лекциях много об этом говорю. О режиме дня, о том, как побеждать судьбу. Учитесь это делать. Утреннее время для побед над судьбой. Вот смотрите. Утреннее время для побед над судьбой. Дневное для труда, вечернее для любви. Вечером надо любить семью, утром побеждать судьбу, днем работать. Ночью спать. Или сексом заниматься. Зачинать детей. Дети, когда зачинаются днем, они болезненными, больными рождаются. Вечером психически, с психикой трудно. Утром чувствительные, а ночью здоровыми. То есть, надо жить правильно. Неправильно живешь, получаешь неправильный результат. А вот неправильное общение. Оно дает тоже неправильный результат. Люди могут получить такое общение, что потом перепуганными станут. Особенно, когда это касается вашей судьбы. Никогда не идите к тем людям, которые предсказывают судьбу. Никогда не общайтесь, потому что 99% этих людей вас будут пугать. Никогда. Да, потому что за дешево вы дорогую вещь не получите. Понимаете? Судьбу человек может узнать только из молитвы, сердца. Все остальные, эти все предсказатели, это просто вот, ну, вы себе хуже только сделаете. Они вас напугают, будете ходить на клобучины. Не дай Бог, они еще попадут в точку. Представляете, когда человек говорит о вашей судьбе, которая должна состояться со знаком минус. Это он вас обрекает, понимаете, на поражение. Потому что судьба, это не то, что должно обязательно сбыться. Как ко мне подходят люди и говорят, Олег Иванович, я замуж выйду. Я, когда мне так говорят, я сразу вспоминаю анекдот. К врачу подходит пациент, говорит, доктор, я жить буду? Ну, я бы вам не советовал. Это неправильное мышление. Женщина родилась, чтобы быть замужем, женщина. Что значит, не выйду замуж? Кто запретит? Есть препятствия. Преодолей препятствия и замуж. Допустим, у пациента запор, он говорит, доктор, а я когда-нибудь схожу в туалет. Преодолей препятствия и сходишь. Когда препятствия преодолеваешь, надо не тужиться, а расслабиться, наоборот. И правильный образ жизни, побольше водички теплой пить там и так далее. И все само как бы пойдет. Примерно такая тема. То есть человек должен твердо знать, что он властелин своей судьбы. Каждый человек. И если вы чувствуете, что у вас что-то не получается, не лезьте на пролом. Существует метод постижения правильности, понимаете, отношений с временем. Вот смотрите. Ломанулись, блок. Ломанулись, блок. Ломанулись, блок. Больше туда не ломитесь. Потому что там ваше поражение. Оно именно поражение в том, что туда пошел дальше в этом направлении. Допустим, хочешь развивать бизнес, блок. Развивай себя. В это время, это время предназначено только для развития для себя. И это самое уникальное время в жизни. Когда у тебя ничего не получается снаружи, развивай себя. Потому что потом, когда ты это время переждешь и будешь развивать себя, потом тебе цены не будет. Ты такой стартап сделаешь, что никто за тобой не угонится, понимаете. А все, кто в плохой период жизни, они тельняшки рвут. Они просто израсходуются в этот период. И когда хороший период начинается, у них нет сил делать. Потому что они израсходовались, когда был плохой период. Ну то есть люди в целом неправильно живут. Они упахиваются в плохой период и потом отдыхают в хорошем. Ну бизнес пошел, его расслабило, он уже не может ничего делать, потому что перенапрягся. В плохой период надо работать над собой, копить силы. Хороший период в рывок делать в бизнесе, в деятельности. И так все время меняться. Надо на пульсе руку держать. Пошел плохой период, развивайся как личность. Хороший период, работай. Очень важно это понять. Но люди в основном делают все наоборот. Потому что они всегда конфликтуют, враждуют с временем. А время надо принимать. Вот допустим время тебе говорит, ты устаешь на работе, иди на природу, значит переключайся. Человек не обращает внимания, он пытается пробить башкой стену. Ну то есть результат башка пробьется, а не стена. Ну то есть в целом настрой правильный, что ты должен добывать счастье, сражаться за свою счастье. Вопрос где? Большинство людей думают, что сражаться за счастьем надо только в деятельности. И это ошибка. Это ошибка, причем не человеческая, это ошибка вообще мышления в целом. И этой ошибкой пользуются в древней культуре для того, чтобы добывать воду из колодца. Ну то есть брали удочку, вешали как бы ослу, морковку перед ним. Ипотека написана в морковке, ипотека. Вешали морковку. И не надо следить, понимаете? Он как бы, он такой думает, сейчас ем. И так раз, рывок делает, морковка ближе к, и там так все рассчитано, что он не может дотянуться. И он такими рывками как бы воду добывает из колодца, целый день ходит за морковкой. Понимаете? Главное стимулировать человека. Правильно. И он эту морковку как бы всю жпать, вода же идет. Классно. Понимаете, главное осла найти. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что У нас только один способ Понимания, зачем мы живем. Это морковка, понимаете? Вот это материальное счастье. А есть же, вот самая главная часть этот человек получает от отношений, от любви, от верности, от самосовершенствования. И самое интересное заключается в том, что если от морковки отвлечься, ты получается быстрее ее и получишь. Потому что когда так бывает, что осел вошел в депрессию, то работодатель сам ему эту морковку отвязывает для стимуляции развития личности. Он ему эту морковку скармливает, чтобы он немножечко ожил, поверил в себя. Может, почаще останавливаться тогда, что? Морковка от и так ворвот придет сама собой. В общем, идея такая. Следите сейчас за моей мыслью. Она очень и будет очень сложная и важная. Вот смотрите, когда человек упахивается, он устает, у него снижается энергетика, и в результате он неэффективен на все 100%. Теперь, когда человек не упахивается, он действует с любовью, работает, он сильный, крепкий, и КПД у него возрастает многократно. И в целом получается, что упахивается человек или не упахивается, на длительной перспективе получается одно и то же. Это можно понаблюдать, когда люди бегут длинную дистанцию, спринтеры. Если человек бежит, как ему комфортно, он потом гоняет тех, кто рванули, потому что они потом сильно устают и просто плетутся, понимаете? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что человек должен четко чувствовать, сколько ему надо работать, чтобы не перерабатывать. И это и есть золотая жемчужина, а в остальное время человек должен развиваться как личность, и что с ним происходит? Он повышает свой статус в обществе. Вот когда человек упахивается, что он повышает? Он аскезой добывает деньги. Он как бы напрягается и деньги добывает аскезы. Но когда человек работает, сколько ему Бог дал, а остальное время развивается, он повышает свою силу разума, интеллект. В результате постепенно он в других кругах уже оказывается. Проходит 10 лет, и он уже не там работает, где он работал раньше, а у него другие круги жизни, более высокие. И там деньги добываются легче, вот те же самые, а может быть гораздо больше. Понимаете? То есть, человек должен впахиваться именно в самосовершенствование, а свое плохое положение в обществе он должен терпеть. Вот я так жил всю жизнь, вот когда вот с юности я не упахивался. Я всегда пытался лечить людей, заботиться обо всех, работать над собой, молиться. Я в студенческие годы работал сторожем, там, дворником, какая-то низкооплачиваемая работа и просто выживал. Очень скромно питался всегда, скромно одевался. Но очень сильно вкладывался в то, чтобы заботиться о людях, лечить всех. И уже на четвертом курсе у меня лечились преподаватели. Преподаватели института лечились у меня, приходили, потому что я уже начал видеть точки там всякие, массировать. Ну, то есть, уже такое лечение, более глубокое понимание человека, организма. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что надо себя остановить вот в этом жажде денег, и квартиры, и машины. Вот в этой жажде надо себя остановить. Опять же, надо срочную перспективу посмотреть, допустим. Ты упахивался, допустим, вот столько-то, взял ипотеку. Ипотека – это значит, что ты будешь должен платить в два раза больше. А если ты, допустим, просто не берешь ипотеку, а купишь, 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 раз, комнату купил, потом еще одну, потом обменял на квартиру. Понимаете? То есть, получается, и по деньгам даже еще меньше, чем квартиру купить, и работал в два раза меньше. Понимаете? А работать – это почти половина жизни. То есть, представьте, ты пол жизни отдал на то, чтобы квартиру взять пораньше. Это же безумие просто. То есть, ты пол жизни отдал. Вот неужели это стоит квартир твоей пол жизни? Или там четверть твоей жизни, чтобы пораньше просто в ее въехать? Неужели это стоит того? Может быть, лучше впахивается в любовь, в отношения друг с другом добрые, и тогда и в маленькой квартире будет хорошо жить. Видите, у людей часто неправильное мышление просто. Они думают, что шмотки им заменят все, и поэтому во всю свою жизнь отдают именно этому. А это, ну, любовь ничего не заменит. Люди истощены в основном, все несчастные из-за этого. Никогда не пренебрегайте движением, потому что вы теряете продолжительность жизни. У меня есть один знакомый, он всю жизнь занимался духовной практикой. Но он никогда не занимался тем, чтобы зарядочку сделать там. В результате рак и преждевременная смерть. Хотя человек очень духовный, развитый, но из-за того, что он не понимал, что нужен контакт с природой, он людей любил, Бога любил, но телу своему не отдавал времени. Преждевременная смерть, хотя духовно развитый человек. Это называется невежество. Понимаете, если ты не уважаешь тело свое, тоже невежество, ведь невежество. Невежество – неправильное отношение с Богом, с людьми и с телом со своим тоже. Есть много людей, которые духовно развиты, но с телом невежественное отношение. Поэтому они становятся инвалидами. И духовной практикой уже не могут нормально заниматься, потому что тело болит, оно не дает возможности. То есть сейчас на беговой дорожке хотя бы. У меня мама, она как бы на улице ходить не может, спотыкается, падает. Пару раз ее заставил походить, нос себе поразбивала, купил ей беговую дорожку. И она сейчас шрует на беговой дорожке. Ноги стали крепче, то есть уже полгода ходит. Сначала ходило 2,5 км в час, 45 минут в час, уже 3,5 час в час ходит 45 минут. Уже ускоряется, становится быстрее идет. Вот, ну то есть, как бы вот так человек должен выживать. Я говорю, мама, день не прошла, на день себе сократила жизнь. Каждый день нужно больше, больше двигаться, потому что человек, который не двигается, он преждевременно стареет. Вот вы меня не спрашивайте после лекции про здоровье. Я вам буду одно и то же всем говорить. Вот столько надо идти, столько стоять, столько поститься. Все, больше нет никаких методов вылечиться, понимаете? Ну можно семена там в уши поставить, камни какие-то, таблетки попить. Это просто балансировать организм. Но там балансировать нечего, понимаете? Потому что старение означает или перенапряжение организма, или жар лишний, или лишний вес. И если там уже все зажато, забито внутри, там нечего балансировать. Ты таблетки пьешь, тебе не помогает. Почему? Потому что энергетика не работает как надо. Чтобы она работала как надо, всего три вещи нужно делать. И все эти три вещи называются аскеза или желание жить. Определите, вы хотите жить или нет. Не можете делать йогу, не можете поститься, не можете длительно двигаться, тогда готовьтесь к земле. И это будет правда, понимаете? Это значит, что вы жить просто не хотите. Я иногда бегу по природе, бегу, бегу, смотрю, бежит парень молодой. И я сравниваю его тело со своими, вижу, что он старее от меня. Почему? Потому что у меня тело лучше приспособлено к аскезе. Потому что оно терпит нагрузки, а у него нет. Старость – это не возраст, это способность побеждать себя. Нет способности, значит, ты можешь старым быть и в 15 лет. И люди часто преждевременно погибают, уходят из жизни из-за того, что они неправильно живут просто и все. Правильный образ жизни означает вот эти три вещи, которые я вам сказал. Это то, что в основном людям не хватает сейчас. Я вам на самой первой лекции об этом говорил. Неуспешный человек означает истощенный. В личной жизни тоже истощение, именно нехватка энергии природы. У женщин, много бесплодных женщин. Вот у нас много бесплодных женщин лечится и многим помогает. И все они просто, вот все поголовно, им не хватает энергии природы для того, чтобы зачать ребенка. Поголовно просто. Начала бегать, одна девушка вышла замуж за индуса, знакомая. Переехала в Индию, говорит, мне здесь жарко, не могу зачать. Я говорю, не из-за этого. А она говорит, из-за чего? Я говорю, у тебя застой в организме, надо двигаться. И он индус, он такой, меня уважает, мудрец, там все его верят, ну такой, уважает. Говорит, мы будем выполнять ваше наставление. Я начала бегать, больше ничего не делала, начала бегать. Через три месяца забеременела, а до этого два года бесплодия. И этот индус такой, вот это да. Где только не лечились. Казалось, все очень просто. Потому что, понимаете, застой в организме. То есть, ну начала двигаться, все заработало и все. Человек как деревенеет с возрастом, у него застой наступает в организм. Понимаете, нужно, ну как бы, нужно раскочегарить все. Организм раскочегарил. Понимаете? Но так человек должен жить. Взяли, потанцевали на палубе, там по Ангаре, там по Волге. Надо просто больше, чтобы было в жизни, жизни. В жизни, жизни должно быть больше. А не работают. Тогда человек развивается. Так силы для вдохновения и деятельности нужно терпать в природе, в людях и в Боге. Допустим, чувствуешь засада. То есть, ну не работает ничего, не движется все, какое-то препятствие сильное. Но ничего не сменяешь. То есть, нельзя поменять деятельность, ничего. Тогда храм. Идешь, молишься. Вот причем, вы даже не представьте, вы думаете, Олег Геннадьевич, ты нас просто, нервы нам успокаиваешь. Я так живу. Понимаете, у меня были ситуации, когда вообще, то есть, просто беспредел со мной пытались творить. Просто начинаем молиться, два-три дня помолились, все. У них просто нет сил это делать. Просто каждый раз, вот, столько всяких вариантов жизни, жизни у меня было и у моих друзей, когда судьба просто, ну, косит человека. Сели все вместе, помолились два часа, до свидания. Причем видно, сердце спокойно становится, чувствую, что все будет хорошо, все. Это работает очень сильно. Если бы вы знали, как это работает сильно, вы бы каждый день этим занимались и побеждали бы свою судьбу, потому что препятствия всегда возникают. Не может человек уйти от жены, если нет санкций внутри, в сердце. Судьба не позволяет, он не уйдет. Хоть хочет, допустим. Не сможет, потому что молитва победила, все, он не может уйти. Не может тебя выгнать с работы, если ты побеждаешь судьбу молитв. Ну, то есть, мы властелины своей судьбы, если мы связаны с Богом. То же самое связь с людьми. Допустим, работы нет. Если вас люди любят, вы безработными не будете. Я на лекциях часто спрашиваю, если у меня не будет работы, кто меня возьмется и на работу? Человек 15 сразу, раз, руки поднимает. Вот. Ну, то есть, если люди любят, не будет человек безработным. У него обязательно будет какая-то работа, 100%. Нужны отношения с людьми, нужно в это вкладываться, вкладываться, потому что это удача, люди это удача. Вот я смотрю на фестиваль благость, допустим, приезжают девушки одинокие. Я наблюдаю за ними. Те девушки, которые вот они, как бы, всех любят, это думаю, ну все, это скоро замуж. Ну, то есть, шансов нет, чтобы она одинокая осталась. Просто нет. А которая ходит, такая, как бы, отшибленная, ну, это еще не скоро. Все просто. Как женщина влияет на карьеру мужа? Влияет. Причем, карьера мужа, она больше женщине нужна даже, чем мужу самому. И поэтому это ее судьба. И вот женщине надо понять одну простую истину, что всегда у мужика видны одни недостатки. И всегда он разочаровывает, но всегда чужие лучшие, всегда у всех, запомните это. Потому что они же, это ваша боль, потому что, ну, дурак, мог бы больше приносить. Потому что женщина, она хочет наслаждаться жизнью. А кто ее наслаждает? Мужик. Она в него вкладывает любовь, а он ей выдает деньгами. Понимаете? Вот. Но если она в него вкладывает не любовь, ну, допустим, если корову кормить целлофанными пакетами, что она выдает? Молоко? Нет. Бензин она тогда выдает. Вот точно так же и мужик, понимаете? Если вы любовь вкладываете, он выдает деньгами. А любовь вкладывать означает верить в мужика. Верить в него. Не пилить его, а верить в него. Понимаете, это разные вещи. А почему вы пилите? Потому что у вас не хватает сил верить. Вот и учитесь молиться Богу. Учитесь наполняться, становиться крепкими, сильными. И говорить, у тебя все получится. Мужу своему. Получится. Получится. И у него будет постепенно все получаться. Но если вы его пилите, тогда у него все будет не получаться. Валится из рук. Потому что так устроена психика мужчины. Он верит в жену, в слова жены. Понимаете? Он может, видно, не показывать, но мужчина верит в женщин. Вот для кого мужчина живет? Для кого он добивается? Для кого он побеждает все? Для того, чтобы его женщины оценили. Понимаете? Мужчине нужна женская оценка, чтобы они в него верили. Если жена верит, то он на крыле. Он чувствует себя сильным. А если женщина не верит, она постоянно недовольна. Тогда он теряет силы постоянно, слабеет. И становится неудачником. Дачником становится, но неудачником. Дачником в лучшем случае. Ну то есть, как бы, вот такая тема. То есть, женщины, поймите, что это большая аскеза уважать мужа в целом. Потому что у мужчины все недостатки наружи. Вот мужчина вообще так сложен, что он же из поступков состоит. Мужчина же все делает. Мужчина же совершает поступки. А женщина, она вкладывает в него. А что вложила же, никто не знает. Поэтому женщина никогда не виновата. Даже если взять, допустим, вот спор, допустим, между мужем и женой. Вот на чьей стороне будут дети? Конечно, жены. То есть, папа, не ругай маму. Все. Они все к маме. Мама хорошая, папа плохой. Собачка на чьей стороне? Тоже за маму встает, начинает гавкать на папу. Чего ты типа тут? Вот. Тараканы на чей стороне. Хорошо. Родственники на чей стороне. Конечно, жены. Женщины. Я даже наставник, представляете, пришел к наставнику, думал, что он на мою сторону встанет. Нет? На стороне жены. Поэтому мужик всегда дурак в семье. Вот как ни крути, как бы в какую сторону ни поверни, он всегда левый. Крайний всегда. Но он делает вид, он крепится, конечно, он делает вид, что он как бы нормальный. Это вы все тут. Как бы он сам себя защищает, конечно. Ну, даже взять, допустим, вообще сознание, допустим, людей. Вот у женщин коллективное сознание. Они друг за друга заступаются. А мужики, допустим, он мужику звонит, меня что-то с женой. Он говорит, ну, конечно, что с тобой, с тебя взять. Ну, то есть еще больше подкалывает. А женщина, допустим, звонит. Да, да, я тебя понимаю, конечно. Вот. Она помогает. Или, допустим, решили, ну, жена говорит, не буду работать тоже. Ты не хочешь работать, тоже не буду работать. И все, как бы. Дальше у мужика засада. Почему? Потому что ему надо жрать. А жрать негде. А жена пошла к соседке поболтать, поела там. Мужик же не пойдет к соседу, типа, поболтать и, типа, накрывай. Он скажет, да что я тебя буду накрывать-то, иди сам себе накрывай. А соседка пришла, там есть же надо. Женщины же перекусывают. Там перекусила, здесь перекусила. А мужчины жрут. Они же наполняются силой, мужчина силой. А женщина наполняется любовью, вкусом. Поэтому она как ест. Вот женщина, посмотри, как ест. Она вкусом наполняется, ест. Так она ест, женщина. А мужчины как ест. Закладывает в топку. И она жена спрашивает, я вкусно приготовил? Да, хватает, нормально. Вкусно значит много. То есть разные. Мужчина, женщина разные. Но женщины, имейте в виду, что ваше ощущение, что муж всегда неправ, оно ложное. Потому что так устроена природа, что мужчина всегда неправ в мире, а женщина всегда права. Потому что она всегда верит очень сильно в свою справедливость. Она же хорошая, она по-доброму себя ведет мягко, нежно, терпит. И поэтому она всегда права. Женщине так кажется просто. И это очень опасно, потому что она же женщина, это энергия. То есть если она всегда права, а муж дурак, но тут на работе точно так же будут считать его. Понимаете? Ну то есть часто женщина пилит ветку, на которой сидит. И потом что происходит? Падает она сама, падает, потому что остается без мужика. Ну то есть, как мужчина должен помогать женщине работать? Как вот он, мужчина, вдохновляет женщину трудиться? Вот допустим, не дома быть, а работать. Он должен ее вдохновлять таким образом. Должен говорить, ну хочешь, сходи. Не хочешь, не ходи. Ну то есть он не должен, ее он должен всегда притормаживать. Женщина, она часто устает. Ее не надо вдохновлять работать, ее надо вдохновлять отдыхать от работы, если она работает где-то. Ну вот такое как бы. А мужчина, наоборот, как бы у тебя все получится, там все нормально. Допустим, мужчина поругался с начальником. Ну ясно, что он не прав. Ну вот всем ясно, даже коню. Жена как должна сказать? Конечно, все правильно ты говоришь, иди отдыхай, пойдем кушать. Ну то есть надо мужчину поддержать, неважно он прав или не прав. То есть если он спрашивает вас, женщины, я прав или не прав в этом, чего он спрашивает, чего он спрашивает? Что он правда что ли ищет? Он сам потом поймет, что он не прав. Чего он спрашивает? Он хочет поддержки, чтобы хоть кто-то его поддержал. Ему нужны силы, понимаете, справиться с ситуацией. Поэтому надо им поддакив говорить, да все хорошо. Как был такой мультик. Воробьиха и воробей. Там детский такой старый мультик. Чив ли я называется. Чив с английского переводится начальник. Воробей постоянно. Чив ли я, Чив ли я? Она, Чив, Чив. В конце концов, кошка его чуть там не загрызла. Она кошку победила. А он Чив. От кошки удрал. Вот. Ну то есть как бы часто женщина побеждает ситуацию, но все равно мужчину надо вдохновлять, что он Чив. Начальник. Такая система. Если мужчину не считать начальником, не вдохновлять, то он становится тряпкой просто и все. Ломается. Мужчину можно или вдохновлять, или ломать. Но это не значит, что его не надо наказывать. Женщина наказывает мужа молчанием. Она свою любовь крайник закрывает просто и все, на время. И он начинает как бы сначала, он угрожает. Три стадии. Если ты не будешь меня любить, я другую найду. Ну что-нибудь такое. Вот. Вторая стадия подлизывается. Не надо реагировать. Третья стадия, он его пробивает. Он, что скажи с тобой, стряслось вдруг опять. Хоть может я в чем виноват. Нельзя же молчать. Упрямо молчать. И час, и другой, подряд. Ну то есть, вот такая система. Часто люди недооценивают влияние дружбы. Допустим, большинство людей ходят психологом, астрологом, всяким за консультацией, потому что не хватает понимания, что делать. Часто люди не понимают, что понимание, что делать, идет от Бога всегда, не от людей. И только в одном случае, если есть энергия доброты и бескорыстия. Вот если, допустим, вы хотите с чем-то разобраться, то идите просто к добрым людям. Пусть это будет человек очень простой, который, допустим, не знает темы, не разбирается в тонкостях, но добрый человек, вот вы, допустим, с добрым человеком делитесь. Если он не мотивирован ничем, кроме вашей любви к вам, то через него начнет действовать Бог. Вы увидите, как это действует. Он даже, может, сам вам ничего не скажет, но вы поймете в разговоре с ним, что делать. Понимаете, вот так человек должен делать всегда, когда ему трудно, он должен идти к добрым людям. Не к психологам, которые мотивированы деньгами, не к астрологам, которые хотят вас напугать, а просто к добрым людям, понимаете? И вот наставники, допустим, наставник таким является добрым человеком. Или просто друг. Часто у человека не хватает доброты в жизни. Когда не хватает доброты, допустим, вы чувствуете, что у вас ничего не получается. У вас нет веры в эту страну, нет веры в жизни, которую вы ведете. Все ломается, рушится. Вам не хватает добрых людей просто. Вам надо просто найти добрую беседу. Знаете, есть два типа беседы. Есть беседа, которая разрушает жизнь, а есть, которая воскрешает. Вот какая беседа, разрушающая жизнь? Если вы, допустим, общаетесь с кем-то, и он начинает. Все плохо, страна плохая, это плохо, то плохо, все плохо. Это разрушает жизнь. Вот 10 минут поговорить с таким человеком, у вас нет сил дальше ничего делать. Теперь второй вариант. Вы говорите с человеком, и он, допустим, природа хорошая, погода хорошая, там солнце светит, денек солнечный выдался, классно, птички поют. Смотрите, какая девушка выросла красивая. Ну, то есть, как бы, человек радуется жизни, значит, он даст вам силы. Вот это называется добрые люди. Добрых людей немного, но они есть. Надо их искать, общаться с ними, и набираться сил. Но условие такое. Вы тоже не должны кныкать. Сами. Очень важно также понять, что есть контролируемые регламентом мероприятия, беседы. Например, такой беседой является проповедь. Допустим, ты приходишь в храм, ну, за редким исключением, конечно, священник должен лить доброту из себя. Это регламентировано его деятельностью. Он не имеет права там сплетничать, там какие-то глупости говорить. Он вдохновляет людей на служение Богу. И поэтому, если вам не хватает добрых бесед, идите на проповедь. Потому что человека найти, который по-доброму говорил, сложно. В основном все сплетничать начинают или жаловаться. Понимаете? А вот если вы идете на проповедь, или, допустим, опять же, доброта льется также через служение. Допустим, вы пришли на службу, и там песнопения идут. И сердце сразу расслабляется. Сердцу становится хорошо. Если вы видите, что вокруг вас все злятся, вы не можете договариваться с людьми, вы становитесь одинокими, у вас срушится деятельность, отсутствие отношений, это значит, что проблема в вас. У вас изнутри не хватает человеческой доброты. И вам надо ей наполняться там, где она есть. И когда доброта пошла, добрые отношения усилились у вас в сердце, то все начинает незаметно восстанавливаться. Отношения с людьми лучше, отношения с начальством лучше, потому что все зависит от количества доброты. Понимаете? И доброта, вот поэтому и уделяйте внимание, уделяйте внимание именно вот этим вещам. Правильное, организованное общение. Допустим, вы хотите фильм посмотреть какой-нибудь, допустим, там, страшилки какие-нибудь. Это не доброе общение. Смотрите, если уж вы решили фильм посмотреть, смотрите фильм нравственный, какой-то добрый, где добрые люди есть. Пусть он, понимаете, это не развлекательные фильмы нравственные, там тяжело в него включиться. Зато потом вы аскезу совершаете, когда смотрите нравственный фильм, зато потом результат хороший. У вас сердце начинает работать. А если вы на развлекаловку включились, на развлекаловку включились, вроде бы классно, а результат плохой, потому что ты ничего не получаешь от этой развлекации. Там поорали, побежали, попищали. Какой результат? В сердце пусто. У тебя нет сил. А если ты посмотрел нравственный фильм, это тяжело смотреть, потому что в сердце идет движение такое, тебе тяжело. Но зато результат супер. У тебя на сердце хорошо потом, после этого. Понимаете? Давайте вопросы именно по деятельности. Давайте на практике разберем эту тему. Вот кому чего не хватает? Вот чего мешает быть успешным? Вот именно эта тема. Ну давайте, девушка. Не переключаемся на геморрой, на личную жизнь, прямо именно по деятельности. Вот там, голубенькая девушка. Ну поднимите ручку-то, чего же, не видят вас же. Микрофон даете, надо включать. Здравствуйте. У меня просто в работе уже последние два года постоянно ошибки с моей стороны. Вы истощены. У вас батарейки на 30% заряжены. Вам надо длительная ходьба, нужна неподвижное положение тела. Заставили бегать, да? Вот представьте себе, вот у вас сейчас заряд где-то на 35%, а 65% еще нет. Представляете, что было до этого? И вы говорите, я не могу работать. Так у вас концентрации, внимания просто на работе нет, потому что нет сил. Вот вы только начали заряжаться, потому что мы заставили у нас лечение, мы заставляем. У нас лечение называют суп из топора. Он говорит, мы вам суп приготовим. Нужен топор и вода. Потом, говорит, надо соли добавить. Понясаю? Все потихонечку, да. Но добавляют потом еще. Заставляют вас, да? Да, да. И здоровье лучше становится? Да, и вообще по-другому все осталось. Ну, видите, как замечательно. Мы говорим, мы вас вылечим, а потом, говорю, надо бегать. Человек уже ввязался в лечение, выдеваться некуда, и потом пошел, пошел. Попробовал и понравился. Какой вопрос у вас? Ну, вот просто вот эти ошибки и то, что у меня уже чаще на работе, меня никто не уважает? Нет, все пройдет. Почему не уважать? Все будут уважать. Сейчас уже лучше у вас на работе на процентов на 10, чем было раньше. Уже получше. Какие сложные работы? Меня уже не доверяют директора. Ну, вы представьте, вот в каком состоянии вы были. Ну, как можно доверять? Понятно, что вы карабкиваетесь, у вас плохой период, еще три месяца, и потом легче станет. Вы уже семь месяцев в плохом периоде живете. Понятно, что плохой период, он истощает человека. Поэтому плохой период, больше природы нужно. Больше добрых людей. Нет возможностей. Я пытаюсь, конечно, выводить, но не получается работать без конца. Причем, директор, как бы хочешь, тебе еще выходные не хотят сделать. Возможность есть. Где она есть? Она есть на работе. То есть в один наушник. Сейчас такие есть наушники, что же не заметишь, особенно как длинные волосы. В один наушник вставила, в одно ухо вставила добрую музыку, не лекцию, потому что вы начали вообще не будет, от музыки, именно тонус. Добрую музыку, допустим, молитву какую-то. Другим ухом слушайте, вам, что говорят на работе. И все, уже возможность. На улице, ну, пошли, допустим, домой поехали с работы, лекцию включили, и послышали. Значит, возможности есть? На работе тоже надо включать тихонечко. Только не говорите, что Олег Геннадьевич сказал. Только сами тихонечко. Понятно. Просто у меня уже страх перед этими ошибками, я уже каждый день боюсь, но опять что-нибудь я не так сделаю. Видите, это влияние времени, страх, это влияние времени. Она говорит, ты плохая, тебе тяжело, нужно вот это вот, молитва, аскезы, побеждать страх. Три месяца, и вам легче станет. Учитесь побеждать судьбу, учитесь преодолевать плохое влияние времени. Ну, посередине вот женщина в черном. Молодец, хороший пример. Видите, начала работать над собой, а была вообще истощена, стала уже получше. Здравствуйте, спасибо, доброго, я первый раз на ваших лекциях даже не слышала о том, что я не слышала. В данный момент я сижу в декрете, у меня своя фирма, юридические услуги. Хотела задать вам вопрос такую. Я, конечно, буду, в любом случае, мне документацию хотя бы по поводу расширения бизнеса в разных направлениях. вы говорили, что расширяется вообще даже по факту нежелательно сейчас. Меня это касается или нет? Нет, не касается, но у вас хороший период идет. Просто вы должны понять, что расширение это не смена документации, это увеличение надежных людей. Нужны люди, нужна команда, понимаете? Так вы поймите такую вещь, даже вот нанять команду, это значит, что 80% этих людей уйдут от вас. Понимаете, нормальных, надежных людей очень мало, а команду человек получает от Бога. Ну то есть увеличивать возможность людей, которые будут, это целая большая тема. То есть человек берет людей, потом меняет, потом меняет. Их надо с ними строить добрые отношения. Те люди, которые мотивируются добрыми отношениями, они разумные. Те, которые мотивируются только деньгами, они глупые, они будут отшиваться. Даже сильные специалисты хорошие, которые только деньгами мотивируются, они все равно все отошьются. Останутся только добрые люди. Я это понимаю. Вот, поэтому расширение означает, люди нашли доброго человека, расширяйтесь, не нашли. Да, это не главное, главное, чтобы человек был хороший. Все, значит, друзья, с друзьями работать нельзя, потому что, ну, как бы, с друзьями начал работать, дружба закончилась, и началась вражда. Ну, хорошо, вы разумный человек, я просто вам сказал, что главное это люди. Запомните, нет человека, нет расширения. Есть человек, есть расширение. Все такой принцип. Еще вопрос, я очень нетерпелива. Я вижу уже. Я очень нетерпелива к тупым людям. Что-то здесь не нашло. Ну, это все нетерпеливы к тупым людям. И как с тупыми людьми быть терпеливыми? Говорит. Ты, говорит, тебя как зовут? Меня Василий Иванович. А вас? А вас? И Морезку вспомнила. Меня Василий Иванович, а вас? А вас? А вас терпел. И узнать, что лучше, как вы говорите. А? И узнать, что лучше. Нет, тупой человек, если, то терпи, не терпи, бесполезно. Вот для руководителя... Я не терпел, так что, может, я не права? Нет, права, права. Надо понять такую вещь, что вот если человек... Ну, понимаете, вот, ну, как бы, все зависит от того, куда он... Ну, мы все глядим в Наполеона, да? Вот все зависит от того, чего он хочет. Если он пришел на свое место, вот, и, ну, люди, которые, вот, допустим, туповаты, они должны работать в подчинении, там, на простых каких-то должностях. Но если он лезет, как бы, в руководство, а тупой, тогда до свидания. А если он простую должность занимает, тогда поймите, что это... Ну, понимаете, Наполеон не будет работать дворником. Понимаете? Ну, то есть дворником однозначно на простых должностях работают люди, которые глупее. На более развитых надо смотреть, если он развит, значит, он имеет на это право. Но если он глуповатый и работает на глупой должности, надо терпеть, это ваши дети. Они как дети, они глупые, как дети, понимаете? Надо терпеть. Каждый на своем месте должен быть. Нужно терпеть. А если вы хотите, чтобы все были интеллектуальными, это невозможно просто. Спасибо большое. Ну, вот сзади женщина в белом. Добрый вечер, Олег Петрович. Я тоже очень рада, что попала к вам на семинар. Я тоже рад, что попал к вам на семинар. Я в течение года думаю о своем предназначении, о своей дальнейшей деятельности. Замужем? Да. Все, можно думать. Ну, вы сказали, что можно заниматься по чуть-чуть, так как я бухгалтер. Ну, вот это, значит, надо искать такую фирму, где вы будете... Ну, вы уже начали упахиваться. У вас дети есть? Да, я. Ну, тогда нормально. Тогда нормально. Тогда можно упахиваться. Вот. Но вы чуть-чуть истощаетесь. На 5% стали слабее, чем полгода назад. Это нехорошо. Ну, то есть, рано или поздно, значит, вы психанете и закончите работать просто. Поменяйте место. Нет, я не работаю. Я тоже дома, уже в 2 года. И как раз вот хочу начать деятельность. От чего вы истощаетесь тогда? Потому что не работаете? Ну, начните, но то будьте осторожны. У вас склонность есть к переутомлению. У вас психика такая нерабочая. То есть, вы как бы, ну, устаете быстро. Возьмите полставочки. Там, бухгалтер, тяжелая работа нужна. Вот, и у меня вот как раз вопрос был такой. Может, вы мне подскажете, моё... От природы тоже есть. Вот бухгалтер. На полставки. Небольшая фирма там какая-то вести. Работы бухгалтера нужно. По многому. Вот так по чуть-чуть, наверное, получается. Потому что... Кто по чуть-чуть работает бухгалтер? Поднимите руку. Есть здесь такие? Кто? По чуть-чуть бухгалтер, кто работает? Вы, да? Ну, научите её. Она не умеет. Надо объяснить просто. Её часто гиперответственность это называется. Я знаю бухгалтеров, которые не упахиваются. Возможно. Это возможно. То есть мне нужно не сказать, а вы были на бухгалтер. Да. Да, да. Давайте всё-таки мы будем говорить, давайте вы, да. Говорить именно о том, как правильно побеждать судьбу в деятельности. Ничего. Вот вы, вы, да, вы. Смотрите, ещё раз повторяю. Вот смотрите. Есть два варианта использовать меня, как бы, или вы меня используете как справочник по достижению успеха, или как автомат для правильного ответа. То есть вы стучите. Так или так? Олег Геннадьевич. Так. Отлично. Так или так? Так. А когда? А вот тогда. А это правильно? Неправильно. Понимаете, мне такие вопросы не надо задавать, потому что это, эти вопросы оскорбляют аудиторию меня. Понимаете, если вы вопросы задаете о том, как добиться успеха вам самим, тогда мне очень интересно, людям интересно это послушать. А если вы спрашиваете, чтобы я отгадал то, что вы должны в молитве сами понять, то это нечестно. Да? Спасибо вам за лекцию. Ну, вообще, за лекции, за все эти годы лекции. У меня такой вопрос. Вы говорили, что любая работа, она идет от Бога. То есть ее Бог доверит. Ну, например, если такая ситуация, что начальник, например, ну, я могу не просить о поводу, как бы вообще, что начальник отказывается, там, оформлённую договору, за тебя ответственность вообще никак не несет. То есть, если что-то случается, то есть, ты крайне, то есть, как в данной ситуации здесь, ну, начальник уважает, ну, все нормально, хороший человек, но ответственность обратно отказывается и никаких договоров, ничего вообще. Вот это называется препятствие судьбы. То есть, есть препятствие. Оно преодолевается двумя способами. Первый способ – ты просто молишься, успокаиваешься по поводу начальника, и он трезвеет. Второй способ – менять работу. Но менять работу означает, что Бог должен дать другую. А если он не дает другую, значит, он тебя наказывает за то, что ты делал до этого раньше. И поэтому нужно просто принять, вытерпеть, успокоиться, и тогда он начнет, как бы… Понимаете, у вас в природе внутри есть бунт против старших. У вас есть это заложено внутри глубоко-глубоко. Если брать ваше отношение с начальником, то сейчас он на вас обижен. Обижен, давняя обида. Обижен. Вы даже сами не знаете себе это. У вас очень твердый стиль поведения со старшим. Такой категоричный, жесткий стиль. И вы его как-то передавили. И он сейчас мстит. То есть, выход из положения – это молитва? Нужно, вот поймите, вот всегда, вот это важно, вот видите, опять мы возвращаемся. Вот тяжелая ситуация, да, вроде бы нет выхода. Ну, то есть, начальник ведет себя неправильно. Поймите, что тяжелая ситуация – это всегда влияние времени на вас. Если вы хотите разобраться с ситуацией, сначала победите время. То есть, мы не знаем, хороший начальник, плохой, даст Бог другую работу или нет. У нас есть много неизвестных в этой ситуации. Мы начинаем молитву с целью принять ситуацию. То есть, я молюсь, неподвижное положение тела, статика дает принятие. Человек молится какое-то время, раз, я начальника перевариваю, уже спокойно к нему отношусь, несмотря на то, что он ведет себя неправильно. С этого момента я смотрю дальше, что происходит. Если я вижу, что он все равно ничего не меняется, я спокойно к нему отношусь. Но жизнь такая и будет течь. Это значит, что когда вы отработаете эту плохую судьбу, Бог даст другую работу. Бывает, что человек просто не может измениться, но ты это увидишь, когда успокоишься. А когда ты не успокоен, ты это не увидишь. Может быть, он изменится, отношение к тебе изменит. Это неплохое, то есть, я его обожаю, как он старший. Да. Вот смотрите, он любит пофилософствовать. Он любит поговорить с вами, что-то там, демагогию поразводить. Так ведь? Возможно, но, скажем, неправильно, что ли, отношение в последнее время не было. Вот он любит это, но вы не любите, поэтому он вас не любит тоже. Надо учиться терпеть его, он там что-то как бы говорит, надо слушать. Вот я, допустим, я часто бываю сейчас на Востоке, в Казахстане, и там вот люди такие. Допустим, если он младший, он просто как бы тебя слушает. Вот слушает, уважительно очень слушает. Видишь, что он как бы ноль на массу вообще, но он слушает. Почему? Потому что старший. Ну, дайте мне прожить. Наверное, сейчас делится с вами знанием. Я хочу поприводить вот то, что вы сказали, Олег Геннадьевич, что ситуация меняется. Просто я, вот это было в моей личной жизни. У меня была начальница, которая вообще-то меня просто гнобила. Я приходила на работу, почему-то мне было тяжело. Я как-то была домой, жаловалась. И вот у меня была соседка, которая мне сказала, что вот эта женщина, моя начальница, послала мне судьбу. Я, когда я не понимала ничего в живой отношении, то есть я вообще не приказала суховной литературы. И, в общем-то, моя соседка мне не сказала, что это моя начальница, послала сухой, это что я должна выдержать ее, вытерпеть, принять. Я сначала не понимала, что значит принять, вытерпеть, но потом, когда осталась в навыке, приняла человека таким, какая она есть на самом деле, вы знаете, отношение ее ко мне поменялось, и даже потом она попросила у меня прощения. Я тоже считаю так же, что у вас, вот я так вижу, что ваш начальник, он очень мягкий, такой интуитивный, чувствительный человек, а у вас твердый характер, такой спокойный, давящий. И он поэтому нервничает рядом с вами, как бы, ну как бы, как я говорю, писает в ботинке. То есть у меня просто есть опыт, у меня, как бы, ну кот, я когда студентом был, я домой приезжал к маме, у нее кошка. Я с ней экспериментировал, то есть я там из прица в нее брызгал, смотрел на поведение, то есть тот за хвост брал, не давал ей на кухню идти, то есть, ну, изучал поведение, как бы, как реагирует, вот, ну, и, как бы, она меня уважала, как сына своей матери, своей, как бы, госпожи, уважала, она понимала, что я сын, чувствовала, и она уважала меня. Я издевался над ней, брызгал, и она меня уважала, уважала, и потом я так, как бы, ботинки одеваю, чувствую, что-то от них пахнет. Запах от ботинок идет. Ничего себе, думаю, что такое, какая-то вонь вообще, какая-то страшная такая от ботинок. Вроде пот у меня так, ну, и так, ноги так не потеют. И потом, куда я только ботинки не прятал, она все время их находила и писала в них. Вот. И я сдался. Перестал ее брызгать, она перестала писать ботинки. Все, мы, как бы, с ней нашли птицок. Хотя мне казалось, что он никогда не перестанет писать ботинки. Перестала. Я нашел причину в себе. Мне не надо было перестать ее брызгать шприцом по ней. Все. Все банально просто. Он чувствительный, добрый человек, но он сейчас пошел на принцип. Он, как бы, не любит вас, поэтому третирует. Просто третирует. Надо в молитве принять его характер, научиться с ним правильно совести. И он успокоится постепенно. Постепенно. А вы научитесь понимать, как Бог действует через старших и дает благодать. Этот человек может по вашей судьбе вам повышение сделать большое. Не внутри своей структуры, а помочь вам. Вот у него есть такая возможность. И так всегда действует судьба. Она действует неожиданно через тех людей, которые, кажется, что никогда бы не помогли. Но ты делаешь какой-то шаг, перешагиваешь через себя, и потом от человека приходит удача от того, которого ты никогда бы не подумал. Вот от этого человека для вас может прийти удача. Он, когда по-доброму начнет вам, он вам может повышение сильно сделать. У него есть связи, друзья хорошие, он может вам помочь. Мы работаем в одном месте с нами и пробуем. Получается, что управляющим, в основном, являюсь я. У нас конфликты постоянные, потому что я не чувствую уважение от него. Если в бизнесе работают муж и жена, это точно так же, что, несмотря на то, что творчество другого он уважает, или нужно что-то в нашем случае поменять? Ой, знаете, это так опасно, работать муж и жену вместе, потому что есть такое понятие, как отношения. Вот отношения муж и жена, они близкие, личные отношения, понимаете? А деловые отношения совсем другие. И когда в семью входят деловые отношения, то мужчина, он не получает от женщины женское. В результате это копится, и потом, как бы, ему нужна, ну, женщина, понимаете? А не, тем более, начальница. Ну, то есть, это, как бы, разрушительно само по себе. Например, если ты, ну, как бы, решил пожалеть папу, вот это я просто вам привожу пример. Решил пожалеть папу, взял на работу подчиненным, папу своего. Все это разрушительная ситуация, потому что, ну, идет противоречие, конфликт интересов, как бы. И человек мне говорит, ну, как мне вот папу оставить на работе, и при этом, чтобы все нормально было. Я ему говорю, есть только один способ. Вот то, что он делает, вы на это крест поставьте, на этом. Просто как сделает, так сделает. И тогда вы папу спасете. Найдите такую работу, где бы вы, ну, как бы, вот как сделали, так сделали, все равно. И он так и сделал. И все у него наладилось. Папа сам что-то там работает, он просто, это его жертва была. То есть он вот, папа просто, что сделает, то сделает, понимаете. И он его не контролировал. Все. Это была жертва. Я много-много историй знаю про работу муж с женой. Например, такой случай сейчас был. Муж с женой работали вместе, муж нашел любовницу, за нее вышел, женился на ней, а с женой продолжает работать. Ну, то есть она, как работница, его устраивает. А как жена? Нет. Потому что энергия не та между ними движется. Стоит ли рисковать? Вот в чем вопрос. Я вижу его неудовлетворенность сейчас внутренней. В отношениях в жизни. Потому что вы, как начальница, обязаны делать так, чтобы он правильно работал. У вас правильное понимание, как начальница. Но он на вас обижен, как на жену. Вот это называется конфликт интересов. Не как начальница он на вас, как на жену обижен. Потому что вы его, как мужчину, передавили. И вот очень сложно сделать. Быть начальницей, а сохранить в нем мужа своим подчиненным. Помните служебный роман? Откуда цветы? Он боится ее, говорит. Ну, принес это. Да? Точно он принес? Ну, там смешно было. Ну, то есть она начальница, он подчиненный. Сложно. Тогда вы угробите бизнес. А если бы он был ученый, то он занимался, а я занимался. Вот тогда будет классно. Пускай он занимается чем-то другим, а вы найдите себе другого подчиненного. И уже из него веревочки. Ну, то есть она профессиональная деятельность военная. Конечно. Вас все понимаете вы, да, хорошо. Просто вы не понимаете, что такое личная жизнь. У вас плохая судьба в этом плане. Хотя человек хороший достался. Сохраните мужа себе. Вот если вы дальше так, то через три года будет разлук. А если нет, то будете нормально жить. Выберите мужа. Найдите подчиненного. А ему помогите устроиться. У вас есть связь, друзья. Помогите ему найти работу. Нормально. Он хорошо работает, как подчиненный первого звена. То есть ему надо просто директивы давать. Он как исполнитель классный. Но он не сможет сам делать бизнес. Это невозможно. Зато он хороший муж, добрый человек. Ну так сохраните тогда мужа. Ну, вы тогда. Хорошо. Да. У меня есть дети похожие ситуации. Но она немножко чуть-чуть другая. У меня есть сейчас есть работа, которую я очень люблю. Она хорошая, милая, библиотекарная. И коллективный коллектив. Хороший начальник. Но молодой человек немного. Он хочет меня удалить в свой бизнес. Чтобы я начала ему помогать обидеть. Никогда. Ни в коем случае. Во-первых, вы не сможете, потому что там другая природа. Надо по-другому действовать. Вы просто там истощитесь, сгорите. Переругаетесь с ним. То есть это очень неблагоприятно. Мужику нравится. Блин, свой человек на работе. Классный. Еще хороший специалист. Но это засада. Это... Вот и помогайте. Вот сколько можете, помогайте просто. Помогайте. Советы давайте, там что-то помогайте. Вы всегда им будете помогать. Это нормально. Но не впрягайтесь в работу с ним совместно. Это засада для вас. Хорошо. Спасибо. Видите, опять та же самая тема. Ну, вот зелененьким завтра, задать девушку, женщину. Очень много. У меня раньше были директоры в Майкинском. Мы были такие. Но когда началась точность инфекция, решила объявиться женщинственность. Теперь ориентированным мужчинам уже нет. Круг Майкин, которые в самой месте работают, нет. У меня просто не захотели работать со мной. То есть документация. То есть говорю, давайте ИП, давайте работать на себя, давайте платить науки. Ну, в общем, все уже чисто было. В чем ваш вопрос? Мой вопрос такой. Сейчас мы занимаемся предмакетские одежды. То есть и они предмакет. То есть я работаю больше всего и помогает мне другой мастер. Я чувствую застои. застои и в то же время есть боязни. А в сети справиться? То есть стоять в одном и том же месте, топкаться или двигаться вперед? Нет, неправильное мышление. Дайте другим работать. Управляйте. Имейте меньше денег сначала. Меньше денег, зато развитие. И вы как бы, вы же по природе руководитель. Вам надо просто развивать вот так. А почему вы начали слушать мои лекции? Было две парикмахерские, вы их грохнули. Женственность проявили что? Я упопалась. Но это неправильное мышление. То есть, как меня спросили. Говорят, у хорошего руководителя, что должно лежать на столе? Я думал, думал, мне сказали, ноги. Ну то есть нужно просто помощника найти себе тоже, который будет управлять. Ну то есть, поменьше денежек, да, делегировать. Поменьше денежек, побольше деятельности. То есть у вас не так много денег, вы и помощнику заплатили, и тем заплатили. Они все работают, а вы отдыхаете. Но зато у вас, как бы, вы доброту им даете, смотрите за ними. Не так много денег получать, зато у вас все развивается. Придет время, и у вас будет нормально денег. И работать много не будете. Это правильное мышление, понимаете? Когда человек боится, перестраховывается, он сгорает сам, он не может управлять. Это неправильное мышление. Всегда рискуйте своими средствами, и всегда вкладывайте в людей. И заботитесь о них, и тогда будет все развиваться. Ну вот вы рядом. Ну все, классно. Но меня смущает, что это достаточно невесокая горловия, невесокий уровень. И раньше было очень-очень, что у нас не было бы, а сейчас это мое не предназначение. То есть вот это мое смущение, это на самом деле ощущение, что как будто я не совместен. Это можно включать ощущение? Вот хороший вопрос. Вы понимаете, вы женщина. И вы должны понять, что вот выбор такой. Или вы умираете на работе, или живете счастливо, но денег меньше. Развивайтесь как личность, молитесь. Не надо больше никуда расти. Поймите, что вот смотрите женщины, как идет ваше развитие. Вот я работаю на не сильно высокой должности, не упахиваюсь, у меня все нормально, денег не хватает. Хорошо, больше молимся, работаем над собой. И дальше что получается? Вы поднимаетесь по лесенке, вам дают другую должность, и вы там опять не упахиваетесь, но денег уже больше. То есть надо поднять статус развитием себя. Статус поднимает человека, его качество характера, личность становится лучше. Он больше ценен, но при этом он не упахивается. Понимаете? Или упахаться и там быть. Поэтому не надо рвать когти и иметь больше денег быстрее. Нужно учиться вкладывать в себя свое развитие. Понимаете? Я в Индии встретил разок, у меня одну знакомую есть. Я с ним вместе поговорил разок с рабочими, которые таскают всю жизнь кирпичи на голове. Ну, то есть вообще там за горскую риса работают. Я говорю, ну почему бы вам, говорю, не пойти, вот есть даже можно в индусский храм пойти, пожить в храме просто, как монах. Их там и кормят хорошо, и развивают. Вот этот человек просто в монастыре пожил, помолился. Понимаете, с полей с рисовых пришел вообще нулевой. Ни образования нет, ничего. То есть пожил в монастыре, выучился грамматики. Выучил, как общаться с людьми. Начал пожертвования с богатыми людьми и начал общаться. Понимаете, проходит 10 лет, и он становится социально развитым человеком. Он свою фирму открывает. А до этого он просто кверху попом на полях ходил. Понимаете? То есть он просто пошел к Богу, научился молитве, развился как личность. И все. Понимаете, прошло 10 лет. А если бы он 10 лет там учился больше рис собирать, то чуть-чуть больше бы собирал. Пока попа крепкая была. А потом как бы этот, как вот, радикулит. И все. И все, и рис закончился уже. Все. Не пособираешь. Ну то есть это то же самое. Развивайте себя как личность. Больше молитвы, больше работ над собой. Увидите, как вы будете больше возможностей иметь в жизни. Поверьте просто в это, люди, что это так. Я всю жизнь занимался молитвой, работая над собой. У меня родители простые люди, простые, рабочие. Без высшего образования. А у вас у многих родителей с высшим образованием, непростые. И все равно вы слушаете почему-то мои лекции. Хотя я даже психологического образования не имею. Только медицинское. Почему же я читаю о жизни лекцию? Потому что, как мне подарили эту песню, мои помощники из «Клова благость». «Ведь я жизнь прожил не по учебнику. Просто я работаю волшебником. Летаю в разные края. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как золушка, красивую». Песня такая. Нужно просто развиваться как Личность. Ну давайте вызвать. А? Вот эта работа просто позволяет развиваться как Личность. Все, 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 делайте. Just do it. Если человек сам просит помощь, надо помочь. Не просит, нельзя. Запрещено. Просто у нас чуваши, люди, они боялись просить помощи. Чёрно всего. Ну мне так кажется, по крайней мере. Ну следите за людьми, если нужна помощь, помогите. Смотрите, будьте внимательны. Я не заметил, все просят помощи здесь, как бы, в зале. Все, как бы, активно. Но не так, конечно, как, допустим, в Казахстане. Там, я когда с лекции вышел, там, мне надо было с третьего этажа на первый поехать. Там женщины, как бы, оттеснили моего помощника, казашки, и нажали на десятый этаж. Олег Геннадьевич, ещё одна консультация. Я такого не ожидал, что такое бывает. У вас, конечно, не так, но всё равно активно и просят помощи люди. Спасибо. Ещё один вопрос, может? Да. Вот он, отец для него, дед. То есть, он должен уважать от деда, получается? Да, да. Спасибо большое. Есть пять отцов и семь матерей у человека. Тот, кто родил, это отец. Ты его за это уважаешь, за то, что он тебе дал жизнь. Вот за это и уважаешь. Тот, кто воспитывал, это более высокий отец. Наставник также является отцом. Духовник является отцом. И правительство страны также является отцом. Понимаете? Земля – это мать. Кормилица. Те, кто кормит, тебя кормила – это мать. Поэтому корова тоже мать. Или коза там. Животное, которое дало молоко – это тоже мать. Вот. Жена царя – мать. Жена наставника – мать. Ну, то есть, вот так вот. Спасибо большое. Мы не знаем, например, ребенка берут на воспитание, я много раз такое видел. Ребенка берут на воспитание и спрашивают меня, Олег Геннадьевич, когда ребенку сказать, что мы ему не родные? А вот что за бред вообще? Вот вы друг с другом сошлись, вы родные. Вот вы пожили всего друг с другом там 10 лет, уже родные, да? А ребенок с вами жил там с детства, не родные. Так почему вы не родные? Почему думаете, что если кто-то откуда вылез, он родной? А как бы не вылез, значит, не родной. Воспитывала ребенка, значит, он родной. Вот и говори, я тебе родная мать. А та не совсем родная там. Ну, вообще, может даже не упоминать. Понимаете, это правда. Но люди зашоренные, они не понимают, что родная – это та, которая вложила любовь. А насчет рожать, как бы, я тут поспорю, потому что, ну, как бы, зачала, не поняла, как произошло. Ну, там, раз, и зачалось как-то. Потом выносила. Ну, что, ты его там развивала, что ли, молекулы соединяла? Нет, он там росло просто само все. Потом, когда рожал, тебе акушер говорит, не мешай, расслабься. По не мешало, расслабилось, родилось. И потом, раз, ребенка отдала. И в чем твоя заслуга-то? Заслуги никакой. Заслуга начинается, когда ты его, в любовь в него вкладываешь, когда ночами не спишь. Когда терпишь его, как бы, вот это заслуга. А в остальном нет заслуги. Поэтому мать, это та, которая воспитывала. Отец, это тот, который воспитывал. Дедушка воспитывал, он и отец. Так люди говорят, у меня дедушка отец, у меня не родной отец, у меня дедушка мой отец. Так они и говорят. Олег Геннадьевич, благодаря вам за вашим знаниям, на такой вопрос. Ну, вот я 9 лет на законном пути, с ежедневным молитвом. Да, результат потрясающий. Вы 9 лет назад совсем другой человек. Совсем другой человек. И жизнь другая тоже. Ну, у меня по предназначению вопрос. Очень много знаний, очень много направлений. Тренер вы по природе, тренируйте людей, давайте знания, обучайте. В какой хотите, в какой нравится, в какой вы чувствуете силу. Вот нескольких пробуйте, там Бог подскажет. Тренер. Что-то одни и те же спрашивают. Вы не чуваши, что ли, кто спрашивает? Я понимаю. Все чуваши, они скромные. Русские спрашивают. Ну, спрашивайте. Я шучу с вами просто, нормально все. Не обращайте меня. У меня 24 года, я закончила университет. Работаю по другой специальности. И работаю по себе. Когда я не напрягаюсь и делаю столь удовольствие, то я дорабатываю мало. Когда я дорабатываю столько, сколько хочу, я очень сильно устойчиваю. Ну, вот все правильно вы говорите. Все. Теперь надо выйти замуж. И вообще расслабиться. Рожать детей. Понятно? Хорошо. Ну, вот видите, как мы договорились. Все отлично. Вы же женщина. Главное, это любовь в вашей жизни. В чем вы зарабатываете? Вот вы, когда упахиваетесь, у вас гормональные функции слабеют. Возможность зачать ребенка тает. Зачем вам это надо? Из-за этих копеек вы разрушаете свою возможность любить. Привлекательность тает. Зачем вам это надо? Из-за копеек вы теряете всю свою жизнь. Женщина, не поддавайтесь, не покупайтесь на эти копейки, пожалуйста. Вы всю жизнь свою теряете. Понимаете, женщина, она всегда вкладывается в невидимое. Вот отсязаемое, видимое, это не для нее. Вот настоящая женщина правильная, она вообще не работает. Она очень сильно сначала заботится о родителях, они думают, да зачем ей жить где-то еще, пускай с нами живет. Такая хорошая. То есть она заботится о родителе, вкладывает в них, развивается, становится красивой. Раз замуж. Ну естественно, если она развита, за какого мужика? Крепкого, сильного. И опять не работает. А если хочет, пожалуйста, может пойти поработать там. Пошла, поработала. Не захотела, не поработала. Вот так женщина должна жить. Женщина рождена для счастья, а не для денег. Запомни, для счастья. Потихоньку, скромненько, скромненько. Если вы скромненько живете, вы красивой становитесь. Понимаете, чем больше денег у женщины, тем она больше на понтах, тем больше отпугивает мужчин. Они боятся, думают, не потяну такую. А так скромненько все потянут, все нормально. Не поддавайтесь на деньги. На эту провокацию не поддавайтесь. Вкладывайте в силу свою. Станьте сильной. Понимаете, есть два типа рыбаков. Одни как бы, ну... На большую рыбу. Он как бы ловит большую рыбу. А другие маленькую. Когда рыбак суетится, он маленькую ловит. А большую ловит те, которые ждут. Он закинул. Рыбка клюнула. Большая она клюет очень тихо, осторожно. Она разумная. Маленькая глотает, что она... Вот. А большая она чуть-чуть клюет, клюет. И он ждет, ждет. Раз ее так подразнить немножко так. Потом она когда клюнула, ее тоже не поймаешь просто так. Ее надо вот так тянуть потихоньку. Тянуть, тянуть. Туда, сюда. Так общаться с ней. Вот. Вот так к берегу ближе, ближе, ближе. Незаметненько. И потом, когда уже совсем возле берега, ее тоже вытаскивать нельзя. Сорвется. Нужно с очком. То есть, дождаться, когда скажет, ну я решил тебя замуж взять. И в этот раз за слово его так, решил, бери. И подцепила, и все. Большую рыбку надо. И потом всю жизнь занимаюсь любимыми делами. А он работает пусть. Не зря же я трудилась, когда его тянуло. Ладно, мои хорошие, уже время. Время. Завтра я за полчаса раньше приду, поспрашивайте. Хорошо. Мне нравятся восточные люди. Ваша национальность, это восточная национальность. Это Восток, понимаете? Восточная национальность. А восточные люди всегда очень смиренные, послушные, добрые. Природа очень хорошая, правильная у людей. Вы такие вот люди. И скромность сама по себе, это хорошо, это неплохо. Это хорошее качество. Но наглые люди, наглые, которые, да? Они думают, да, Ася. Я когда в армии был, все скромные люди были плохими. А все наглючие были самыми крутыми. Понимаете? Это просто неправильная среда так распределяет людей. У вас хорошая, очень культурная, хорошая, добрая нация. Мне нравится. Ладно, давайте учиться молитве. Кто вчера почувствовал, сердце спокойнее стало? А кто засыпать начал? Я желаю всем счастья. Это значит, плохо слушать. Когда человек плохо слушает, те, кто молится, разум не включается. Радуз, когда включается, бодрость наступает. Когда ум включается, человек спит. Надо сильно слушать, как они повторяют. Не на себе не зацикливайтесь. Слушайте те, кто молятся. И как они повторяют, тогда разум включается. А кто почувствовал силу в своем голосе? Это включение разума как раз. Сила, когда включилась, разум включился. А кто ничего не понял, что происходит? Нормально. Это не сразу. Пойметь не сразу. Фондю любит тебя. КОНЕЦ